Всем привет! Google продолжает радовать полезными сервисами для изучения английского языка. Если вы не первый раз на моём канале, наверняка видели видео о том, как улучшать своё произношение. И Google сделал, на мой взгляд, просто мега полезный сервис, который помогает понять, как правильно произносить слова и практиковать. Ссылки на эти видео в описании этого видео. А сейчас будет речь о новом сервисе, который поможет вам улучшить ваш словарный запас. Всё, что вам надо, чтобы получить доступ к этому сервису, это ваш мобильный телефон и поиск от Google. Можно получить доступ к сервису двумя путями. Это если вы ищете какое-то определённое слово, его значение, вы пишете слово, вам неизвестное, и слово meaning, что переводится как определение, значение слова. Или же просто написать word couch, что означает как тренажёр слов. Я показываю пример, допустим, на слове table, введём table, meaning и посмотрим, в чём же заключается польза этого сервиса. Сначала по старинке выходит само слово, его транскрипция, можно нажать, заслушать, как произносится слово, прочитать определение, пример употребления. Если это предмет, Google подтягивает иллюстрации, картинки, помогает визуально запомнить, о чём речь. И если вы промотаете чуть ниже, вы увидите блок word coach, learn new words. Это и есть сервис, о котором сейчас пойдёт речь. Сервис, в принципе, очень простой, вам надо будет всегда выбирать из двух вариантов. К примеру, здесь идёт такое задание. Which word is similar to table? Какое слово схоже по значению к слову стол? И есть два варианта. Staff или stand. Staff – это люди, которые работают, да, наёмные работники. А stand – это подставка. Ясное дело, выбираем stand. И когда вы выбрали правильно, подчёркивается зелёным. Здесь similar to script – это handwriting. Затем подтягиваются иллюстрации. Слово word jam. Jam – это у нас банка с вареньем. Similar to decrease – это lesson. Similar to preclude – это prevent. Каждая такая мини-тренировка состоит из пяти вопросов. Последний, как мы видим, становится уже более сложным. Я бы сказала уровень даже B2, preclude – слово. По сути, это prevent – препятствовать чему-то. И когда вы проходите все уровни, вы получаете оценку. В данном случае всё мы сделали правильно. Perfection. Что мне нравится у этого сервиса – это вот такой фидбэк после пяти вопросов, где вы можете прочесть конкретней, почему это слово, а не другое надо было выбрать. Потому что вы не просто изучаете слововых, изучаете для того, чтобы затем употреблять, чтобы чувствовать гибкость. И здесь, когда вы прочитаете все эти learn why, узнаете почему, вы лучше ознакомитесь с каждым из слов. Чтобы продолжить так играться, вы просто нажимаете кнопочку next round. И как вы можете видеть, потому что предыдущий раунд мы прошли, всё выбрали правильно, теперь будет level up. То есть уровень сложности увеличится. Давайте посмотрим, насколько он увеличится. Нажимаем continue и смотрим. Вот, теперь вопрос идёт не просто, что похоже на то-то, а что является opposite, противоположным. В данном случае, что противоположно к слову sensible, разумному. Ясное дело, это foolish, да, дурак, ну, турковатый. Выбираем, к примеру, неправильно, чтобы посмотреть, что же изменится. Здесь Google помнит, что мы спрашивали стол, картинка стола, картинка тоста. Дальше, что похоже к слову humble, meek. И затем, что противоположное disgust. Давайте тоже неправильно выберем, выберем рыцаря. И в итоге мы получаем уже не максимальный балл, меньше. И таким образом затягивает. То есть, казалось бы, мелочь, но так по чуть-чуть, по чуть-чуть вы можете пока стоите в очереди в банк или в магазине, пройти несколько раундов и подучить какие-то слова. Что мне нравится у этого сервиса, это не только какое слово схоже по значению, какое слово противоположно, что, в принципе, хорошая постановка вопроса. Она заставляет вас подумать, а не просто выбирать. Но другой момент, что мне понравилось, это когда я искала слово delirium. Давайте посмотрим на его примере. Также есть определение, есть наш work coach. Какое слово противоположно, слово delirium, выбираем. И затем, какое слово схоже, да, dementia. И какое слово схоже to spell, произнести, да, похоже по произношению. И дается два слова pyramid and period. Если вы не знаете, как произносится слово delirium, у вас возникнут трудности. И такая постановка вопроса, да, как произносить слово, заставляет вас не просто изучать в немую, а реально проговорить это слово хотя бы внутри себя, а желательно в голос, чтобы практиковать также и произношение. И мы выбираем, что это period. И видите, уже затягивает. Дальше я уже иду про соки тут смотрю. Про sa, saying. И все, и получаем наш балл. И так можно играться дальше и дальше. Надеюсь, теперь вы не будете просто прокрастинировать в очередях, а делать такую полезную, легкую работу, как изучать новые английские слова и таким образом открывать новые возможности для себя в жизни. Спасибо за просмотр. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!